Привет! Хочешь накачать руки без гантелей и не знаешь, как это сделать? Сейчас я тебе об этом расскажу. Хочу начать с небольшого предисловия. Знаете, бытует такое мнение, что накачаться дома нельзя, нужен тренажерный зал, нужно постоянное увеличение нагрузки, штанги, гантели, тренажеры и так далее. Все это полная ерунда, и если ты решил накачать руки, ноги, спину, плечи дома, все это прекрасно ты можешь сделать с минимальным набором оборудования. Можно даже обойтись и без гантель. Для домашней тренировки рук без гантель нам потребуется обычный автомобильный трос, пол, пару стульев или диван и ваше огромное желание. О том, как закрепить автомобильный трос на двери, я рассказывал в видео про домашний тренажер. Ссылку я дам в описании к этому видео. Итак, начнем. Мышцы рук состоят из трех основных мышц. Не будем углубляться в анатомию, да? Это у нас бицепс, трицепс и, собственно, предплечье. Бицепс и предплечье выполняют функцию сгибателя, трицепс выполняет функцию разгибателя. Соответственно, все упражнения на бицепс и предплечье у нас выглядят примерно следующим образом. На трицепс, наоборот, мы разгибаем. И сейчас я вам покажу, какие упражнения можно выполнять в домашних условиях без гантель. Итак, первое упражнение. Это у нас будет упражнение на бицепс. Назовем его тяга на ремнях. Встаем под небольшим наклоном, берем в руки стропы, точнее автомобильный трос. Плечо у нас перпендикулярно туловищу, примерно перпендикулярно. И из этого положения мы сгибаем руки. Не давайте бицепсу расслабляться ни в верхней, ни в нижней точке. Пусть он у вас будет напряжен на протяжении всей амплитуды движения. Здесь вы можете увеличивать или уменьшать нагрузку путем того, что будете подходить ближе к двери, либо отходить от нее, соответственно, дальше. Чем больше, так сказать, вы ложитесь, ближе к спиной и к полу оказываетесь, тем нагрузка будет выше. Чем в более вертикальном положении находится ваше туловище, тем, соответственно, нагрузка меньше. Следующее упражнение на предплечье. Техника здесь очень похожа на выполнение упражнения на бицепс. Исключение составляет то, что у нас другой хват. Если при упражнении на бицепс мы берем хват снизу, то для выполнения тренировки предплечья мы берем хват как бы сбоку. И тянем его вот таким вот образом. Нагрузка здесь увеличивается аналогично. Подходим ближе к двери, отходим дальше от двери. Я не буду заострять на этом внимание. Когда вы начнете тренироваться, вы сами поймете и почувствуете, как увеличивать, как уменьшать нагрузку. Следующее упражнение на трицепс. Разворачиваемся спиной к двери, берем в руки автомобильный трос и выполняем разгибание в локтевых суставах, используя вот такую вот технику упражнения. Хочу здесь сказать про хват. Хват здесь может быть разным. Хват здесь может быть и снизу, и сбоку, и сверху. Здесь по сути будут включаться немного по-разному разные пучки трицепса, потому что он состоит из нескольких пучков. Если вы начинаете тренироваться, вы новичок, для вас это не принципиально. Можете просто чередовать нагрузку. То есть, один подход вы сделали с хватом снизу, один подход с хватом сбоку, один подход с хватом сверху. Либо одну тренировку вы делаете хватом сбоку, другую тренировку хватом сверху. Вообще, самый классический и наиболее эффективный хват, на мой взгляд, это хват сверху. Вот таким вот образом. Следующее упражнение у нас тоже на трицепс. Трицепс вообще достаточно просто качать дома, потому что эта мышца выполняет функцию разгибания и достаточно много упражнений, которые можно придумать даже самому в домашних условиях. Следующее, одно из самых эффективных упражнений, которые нужно выполнять даже в тренажерном зале, оно является одним из основных, я считаю, на трицепс, это отжимание, назовем его спиной к скамье или спиной к стульям. То есть суть в том, чтобы сзади у вас была какая-то платформа, на которую вы опираетесь руками и из вот такого вот положения вы отжимаетесь. То есть туловище у вас перпендикулярно полу, руки у вас стоят на стульях, либо на каких-то других возвышенностях. И из этого положения мы отжимаемся. Для увеличения нагрузки мы можем поставить ноги на какую-то возвышенность. Если вам и этого мало, можете положить на бедра какой-то тяжелый предмет. В тренажерном зале вообще кладется блин дома, ну, можно набрать 5-литровку с водой. Хотя я думаю, если вы будете выполнять это упражнение не в начале и с хорошей техникой, вам достаточно будет собственного веса. Следующее упражнение для трицепса – это узкие отжимания. Я рассказывал об этом упражнении в своем предыдущем видео, про то, как отжиматься. Ну, повторюсь и сейчас, его тоже можно включить в программу тренировок для тренировки рук. Здесь у нас постановка рук узкая, локти прижаты к туловищу. И вот с такой вот техникой выполняем отжимания. Еще одно эффективное упражнение для трицепса – это разгибание рук от пола. Оно тоже отлично включает в работу все пучки трицепса. Смотрим, как выполняется. Ложимся. Плечо у нас перпендикулярно полу. И из этого положения мы разгибаем руки. Как комбинировать эти упражнения? Эти упражнения можно комбинировать по-разному. Можно делать отдельную тренировку рук, либо тренировать руки, скажем, с грудью. Например, тренировка грудь-тридцепс. Тренируем грудь. Сделали, скажем, классические отжимания, отжимания с платформ, узкие отжимания для середины груди. И, например, сделали разгибание рук с тросом, сделали отжимания спиной к скамье, и, например, сделали там еще какое-то упражнение, одно выбор на трицепс. Либо мы тренируем руки отдельно. Делаем несколько упражнений на бицепс, и несколько упражнений на трицепс. Вот вам пример программы тренировок для рук. Еще раз хочу сказать, никого не слушайте, не слушайте, когда вам говорят, что дома накачаться нельзя, это все ерунда. Я скажу, что если вы будете придерживаться нормального рациона питания, будете добросовестно тренироваться и выполнять упражнения в домашних условиях, даже без гантель, вас ждет такой результат, которого не могут добиться 90% людей, которые тренируются в тренажерных залах. Здесь все зависит от вас, получится у вас или не получится, зависит только от вас. Занимайтесь спортом, тренируйтесь. Если вам понравилось видео, нажмите лайк и подписывайтесь на мой канал, так вы узнаете о новых видео первым. С вами был Александр Добромирь. Пока!